День с толком День с толком День с толком Но если супруга соблюдала самоизоляцию, то ее муж целую неделю ходил на работу. Там он контактировал с девятью коллегами. Установлены и люди, с которыми общалась женщина на борту самолета «Москва-Барнаул». Их тоже будут обследовать. Второй день Алтайский край живет в режиме вынужденных каникул. В связи с этим в Барнауле скорректировали работу общественного транспорта. Как работают перевозчики на этой неделе и возникают ли у горожан проблемы с передвижением, узнавала Мария Микшута. Десять остановок мы проехали в полупустом автобусе 73 маршрута. За это время в салон зашли лишь двое пассажиров. И хотя людей, передвигающихся по городу, стало гораздо меньше, транспортом люди пользоваться не перестали. Правда, некоторые отмечают, что ждут свой маршрут теперь дольше обычного. Ну, трамвайчиком в основном я пользуюсь. Но сейчас пока нет. Вот в аптеку, из аптеки ходили за поясом, больше никуда. Сидим дома, на дистанционном, работаем. Уехать мне было крайне сложно сегодня. Чуть не опоздала на работу. Ждала, наверное, минут 20, может быть, даже 30, условно говоря. Очень долго. Если брать конкретно маршрут, то я езжу на десятом трамвае. То есть они, в принципе, всегда очень редко ходят, а здесь так вообще не дождешься. А дело в том, что в связи с недельными вынужденными каникулами барнаульские перевозчики сократили количество транспорта на маршрутах. Мы будем в сокращенном режиме работать, режим выходного дня. То есть это где-то порядка процентов 40 сокращено будет машин на линии. То есть мы уже в субботу вышли уже в таком сокращенном режиме. Если у нас выходит на предприятии порядка 100 единиц, то выходить сейчас будет порядка 60 единиц. У нас сокращен подвижной состав. Трамвайных вагонов у нас будет минус 37, а троллейбус минус 7. Иными словами, общественный транспорт работает по расписанию выходного дня. Барнаульские перевозчики отмечают, что уже терпят убытки. Около 500 тысяч убыток каждый день. Вот с учетом введения режима находиться дома. Но гонять по городу пустые трамваи и автобусы еще более убыточно. Как будут наверстывать упущенные доходы, перевозчики пока не определились. Между тем пассажиров волнует еще один вопрос. Безопасно ли в нынешних условиях передвигаться в общественном транспорте? Мы инструктируем и выдаем средства антисептики, которые на каждой конечной водители проинструктированы, чтобы они проветривали машины и протирали поручни и ручки у сидений. Правда, по данным мэрии, не все перевозчики добросовестно относятся к этому. Поэтому ситуацию приходится мониторить. Представители комитета по транспорту выписывают предписания, составляют акты и просят соблюдать все меры профилактики. К слову, в режиме выходного дня общественный транспорт будет работать всю неделю каникул. Возможно, одной недели этот график не ограничится. Мария Микшута, Илья Халяпин. День с толком. В Бийске фармацевтическое предприятие «Эвалар» приступило к выпуску нового антисептического средства, способного почти на 100% дезинфицировать руки и не только. Это событие можно отнести к разряду жизненно важных, особенно на фоне возникшего в аптеках дефицита средств индивидуальной защиты. Наша съемочная группа побывала на предприятии. Спрей для рук антисептический «Орвис» – так называется новый препарат, выпуск которого на «Эваларе» налажен в рекордно короткие сроки на участке производства спиртосодержащей непищевой косметической продукции. Цель данного участка – это смешение и розлив, и упаковка спиртосодержащей непищевой косметической продукции, к которым относятся и антисептики. Рабочий объем этого реактора – 1000 литров, то есть 10 тысяч флаконов по 100 мл. Новейшее оборудование позволяет предприятию производить до 30 тысяч флаконов со спреем в сутки. Для удобства в использовании предусмотрена упаковка на 50 мл. Как только мы узнали о том, что из наших аптек исчезают антисептики, мы сразу же приняли решение о срочной разработке таких антисептиков, тем более, что у нас все для этого было подготовлено в производстве. То есть у нас есть лицензия на спиртосодержащую косметику, есть три линии, на которых можно осуществлять розлив, и есть даже комплектующие для того, чтобы выпускать антисептики. Новый антисептик содержит все необходимые ингредиенты для смягчения кожи рук. Эффект санации – 99%. Первая партия спрея уже находится на складах «Эвалар» и скоро появится в сети аптек предприятия. Подгрузка нового антисептика начнется 1 апреля. На складе лежит уже 20 тысяч, и в апреле мы выпустим около 1 миллиона штук. Ну, конечно, в первую очередь мы будем снабжать Алтайский край, кому надо, пусть заказывают, сколько угодно. То есть в апреле будет выпущен миллион штук – это спреи для рук, гели для рук также будут выпускаться, и растворы, тоже спиртовые растворы для рук, для обработки гаджетов. Спрей для обработки гаджетов и компьютеров на предприятии «Эвалар» уже зарегистрирован, и на днях начнется его производство. А вот «Орвис» уже готов встать на защиту жителей края от вирусных атак. Илья Кочетков, День с толком. Медицинская помощь придет на дом. Больницы и поликлиники края перешли на новый формат работы на период пандемии коронавируса. Об этом накануне рассказали специалисты Минздрава, журналистам в ходе онлайн-конференции. Вся система здравоохранения брошена на подготовку инфекционных больниц, чтобы принять и вовремя начать лечение заболевших коронавирусной инфекцией. Это пояснили специалисты Минздрава. Все профилактические осмотры в поликлиниках сейчас прекращены. Врачи наблюдают за людьми, которые вернулись из-за границы, и теми, кто с ними контактировал. У нас сегодня наблюдается более 3800 человек на контактном наблюдении. Эти граждане ежедневно обзваниваются. Проводим забор биологического материала на исследование для того, чтобы определиться, является данный человек носителем коронавирусной инфекции, либо нет. В приоритете у врачей и люди старше 60-ти, а также те, кто имеет хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, пациенты с онкологическими заболеваниями. Помощь им также будет оказываться преимущественно на дому. Без гречки не останемся. Несмотря на высокий спрос на эту крупу во время карантина, в Алтайском крае ее хватит на всех. Так заявили в Министерстве сельского хозяйства региона. В этом году посевную площадь Гречихи увеличат на 9 тысяч гектаров. В общем счете, эта зерновая культура займет 470 тысяч гектаров земли. Но не только гречка пользуется спросом. У рынка есть потребность в большем количестве подсолнечника, рапса, льна, сои. Общая посевная площадь увеличится на 20 тысяч гектаров. Всего в регионе планируют засеять больше миллиона гектаров. Посевная начнется, как только установится стабильно теплая погода, причем вне зависимости от карантина. А пока аграрии готовят технику и планируют как сеять. В настоящее время ведется закуп, активно ведется закуп минеральных удобрений. И порядка 90% от потребности семенного фонда уже проверено в системе Ростсельхозцентра. Показатели данных демонстрируют то, что у нас семенной материал на 95% кондиционный. Спички у населения уже не так популярны, как гречка. И далеко не каждому в хозяйстве они необходимы. Но некоторые их все же используют, причем в большом количестве. Накануне в календаре был день спичечного кораблестроения. Когда мы пытались найти человека, который увлекается строительством фрегатов и крейсеров, откликнулся лишь житель Красноярска. В условиях, когда россияне находятся на каникулах, мы решили пообщаться с ним по видеосвязи, рассказывает Полина Жданова. Роман – самоучка. Первые работы из спичек он сделал еще пять лет назад. Дебютная поделка «Спичечный домик» не удалась. Тогда Роман не знал, как избавиться от спичечных головок. Я примерно разобрал 3-4 коробка, попытался что-то собрать. Ничего не получилось, кинул в ванну и все сжег. К этой работе я уже отнесся более детально, более продуманно. После молодой человек понял, что от них можно избавиться через вымачивание. Первая крупная работа – огромный полутораметровый корабль – получилась. На ее создание ушло два с половиной года, полторы тысячи спичечных коробок и больше 60 тысяч спичек. При этом готового лекала для корабля не было дизайн-модели, идея Романа. Меня часто спрашивают, хотелось ли мне его поджечь. То думаю, да, я бы с удовольствием, мне кажется, посмотрел, как он горит. Но все-таки жалко всего потраченного времени и сил. Юноша говорит, увлечение спичеками – не дешевое удовольствие. Корабль обошелся в 30 тысяч рублей. Но это не остановило Романа. Он уже начал несколько небольших работ и новый корабль. Это будет черная жемчужина из фильма о пиратах. По размерам больше первого на полметра. Роман говорит, что ему точно хватит терпения и усидчивости. А это главные качества для такого увлечения, чтобы собрать и ее. Полина Жданова, День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok